МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проводная инициатива. Все лета в регионе, каля 500 беспрацованных, откроют уластный бизнес. Духовная света. У информационной модели Гомельской епархии сегодня обмерковали супрацовнество со сродками массовой информации и громадскими организациями. А зараз об этом и иншим больше подробно. В Державном предприемстве экспериментальная база Крыничная Мазырского района у Рашиста открыли новый молочно-товарный комплекс, подея, которая в республиканском масштабе махшима и невельми значная, тем не менее протягнула до себя повышенную вагу. Еще один объект агропромыслового комплекса стал показчиком махшимости реального повышения добробыту вязкового насильництва. С планами ознайомились наши корреспонденты. В завершении птушиного полета новый живой лагодорчий комплекс в экс-базе Крыничная сдается некой блокидной птушкой на палетках. Але для того, как створить ЕС, потребилося некальки годов. Будовництво комплексу почалося у рамках программы, якая завершилась айше у 2015-м годе. Але по причине недохопу сродка у буддовлю спынили. Летость до проекта вернулися знов. Пришлось добавлять некоторые еще строительные объемы. Здесь увеличили количество щенажных траншей. В связи с этим было изменено немножко благоустройство. Поэтому, конечно, проект притерпел некоторую доработку. Соответственно, и работы увеличилось немножко здесь. На урожистом открытии нового живой лагодорчего комплекса присутничает Владимир Дворник. Былы керовник района и в области проводить параллели. Некали в Беларуси набывали молочные продукты по картках, а Сёня на полицах Яны у широким ассортименте. Боль затоя, амаль 60% молочки поставляется на экспорт. У Миры, Республика Беларусь, по экспорту молочной продукции занимает четвертое место. У Миры, уважаемые коллеги. Поэтому это говорит о многом. Ну и в плане экономики тоже хочется сказать, что в сельскохозяйственном производстве самая высокая рентабельность на производстве молока. Новый Мазырский живой лагодорчий комплекс оснастиле по опошнём слове техники. Причим, это беларуское обсталявание. Хоть у дадзенном выпадку, размова не только об ачинном вытворце, який дозволяет тримать под контролем весь технологичный процесс. Мазырский район сегодня у Беларуси сярод лидеров по вытворчасти молока. Открытие нового комплекса ещё один крок по умоцованию позиций. За счёт областного бюджета мы построили и ввели в эксплуатацию новые фермы. Благодаря этим фермам мы имеем возможность производить молоко высокого качества. И у Эксбази Креничной это даст возможность дополнительно получить источники производства молока и в целом нашей области. Поэтому то, что делается государственным, делается на благо нашего народа. Для того, как комплекс у Эксбази Креничная почао працавать у отповедности с продуглеженными параметрами, спотребится и аши некольки месяцев. Хоть махчимые плюсы проличены уже зараз. После выхода на проектную могутность что день будет отремливаться каля 12 тонн молока. У грошовом вылешении это амаль 10 тысяч рублей и, соответственно, 300 тысяч в месяц. Для господарки это значный прибыток и креница повышения добробытых працавников. Эта ферма позволит нам дополнительно создать 32 рабочих места в хозяйстве и при средней заработной плате 1035 рублей. Сегодня в Гомеле отбылась с встречи старшиня Балваконкама Геннадия Салау-Яскера униками органов улада, которые працавали на этих посадах в советские шассы. Обменяться думками и выказать пропоновые запросили 16 человек. Эта встреча отбылась по инициативе губернатора и проходила в режиме диалога. Не глядя на то, что запрошенные не працуют на кирующих посадах уже шмат годов, и они по-ранейшему цикавятся с ситуацией в регионе. На протягу всего часу проведение с встречи размова об ситуации экономики и социальной сферы, приоритетах о с ужасном развитии в области, добропарадковании и наведении парадки на земле. При этом некоторые пытания застаются актуальными на протягу не одного десяти годия. У приватности размова идти об выкористании экологично-беспечной упаковки и шкляной тары, реализации программы «Чистая вода» и «Будовництве жилья». А про шатаго, под час с встречи про неоторошение «Одновись на Гомельшине» – дейность Совета Старышин, у состава якого будут угоходить былые керовники с великим опытом работы. Такое формирование уже исновало на початку 2000-х годов, а ли потом спынило работу. Я думаю, что каждый в силу своих мер, возможностей, авторитета готов подставить плечо под реализацию тех задач, которые сегодня ставятся у нас в области. В целом же, оценивая вот те тенденции, которые есть, могу говорить только о позитиве. Почему? Потому что мне довелось значит, дважды слушать нашего губернатора. Мне импонируют те планы, которые он сегодня закладывает в своей программе. Мне импонирует его кадровое направление. В работе я не скрываю этого. И поэтому мне бы хотелось только пожелать удачи, успехов. Ну и я убежден, что мнение всех моих коллег, собравшихся сегодня, совпадает. Коля 500 беспрационных с Гомельской области все лета откроют уластный бизнес. У районной комитеты по праце поступают заявки от будущих предпринимальников. Авторы лепших стартапов, отрымливают державные субсиды на развитие справы. У программы удельничают стольки ты, кто стоит на улику. Схема складается с некольких этапов. Треба створить стартап, оборонить его перед комиссией. Проекты, у которых есть в будущем, отрымливают державную поддержку. Что дня у районной управления занятости за обязвыплатной допомогой свертается до 10 человек. Про это шума от одного. Приходит молодой человек. Я хочу работать облицом. У него есть образование, он штукатур-маляр. Он хочет открыть ИП. И тут мы рассматриваем, как вы будете работать, что вы будете покупать на субсидию. Мы направляем человека в налоговую инспекцию, чтобы он там получил от налоговой все то, что он обязан будет платить. И по итогам люди безработные приходят и говорят, что да, вы знаете, я пока не готов. Для меня это очень еще сложно. Но есть такие, которые, вы знаете, приходят, как говорится, у них уже глаз горит. Они хотят только заниматься своим делом. Так было, например, с автором этого проекта. Сучасный салон «Про Гажосе» открылся у невеликой весы под Гомелем. У Вольги 13 годов стажу цирульником вырешила працовать под уластным брендом. Узяла у аренду будинок Старой Лазни и сделала капитальный ремонт. На державную субсидию купила обсталявание. Конечно, да, она и стимул дает, и дает человеку подталкивать, даже если нет какого-то первоначального капитала, хотя бы маленькую частичку, но они дают что-то. И человеку потом просто легче. При этом же хары невеликих населенных пунктов особливо активны. У село отправляется в середнем каждая пятая субсидия. И что немаловажно, такие стартапы амаль зауседы с протягом. Проходите, здесь у нас маникюрный и педикюрный кабинет. Мы расширяемся, в данный момент ищем мастера, чтобы человек тоже продолжал делать красоту нашим клиентам. Помер субсидой залежит от места проживания. У сельской мясовости и он вышедшему в городе. 15 бюджетов прожиточного минимуму. Это коля трех тысяч рублев. Рошу можно выдатковать выключены на то в першине в бизнесе записываются на курсы по основам предпринимательства. Конечно же, это благоприятно воздействует на экономику района, это дополнительное бюджетное поступление, а также развитие и создание новых рабочих мест. Ауторамонтные работы, гандали, ремонт оденья и древопрацовка – самые запотребованные на керунке. Але это не один вариант поддержки малого бизнеса. Есть и другие схемы. Можно, например, отримать в использовании особный земельный участок або даже готовый в Комеле прошел суместный семинар громадских объединений инвалидов с архитекторами и забудовщиками. Мета с встречи пройти до огульного разумения понятия инвалидности, ка при дальнейшем забудове уличвались потребы людей с обмежованными махшимостями. Специалисты галинной архитектуры и будовництва, а так само проектировщики отримали информацию о проблемах у перемешения маломобильных грамадян. Представники громадского объединения инвалидов для людей с порушениями опорно-рухального аппарата, слыху и зроку. Закранули так само и пытание укоронения концепции универсального дизайна при распроцовце проектной документации объекта городской инфраструктуры. Существует сейчас концепция универсального дизайна. Это говорит о чем? Чтобы не надо делать на сегодняшний день что-то для инвалидов только отдельно. Надо делать все так и проектировать и строить, чтобы удобно было для всех людей. Создание условий безбарьерной среды для тотально-слепых имеет свое определенное новшество. А новшество это тактильная плитка предупреждающая и тактильная плитка направляющая. И чтобы допустим прийти на нужный объект необходимо и электронный речевой информатор который издает своеобразный стук сердца куда идет инвалид по зрению и к самой двери заходит в то учреждение куда ему надо. 30 год с дня створения. Войсковая часть 55-25 означает юбилей. С этой нагоды сегодня у Палаца Румянцевых и Паскевичев прошло ознагароджение особистого составу. 60 сотрудников которые ознакомились в службе на перед дни света отримали уникальные медали. Их дизайн распроцовали специально до знаменальной даты. Войсковая часть за свою историю прошла шлях от мотеризованного батальона милиции с местом постоянной дислокации в Гомеле до особой специальной милицейской бригады, чьи подразделения находятся в Гомеле, Мазары, Речицы и Светлогорску. Сегодня это подразделение сдольное по своим призначениям, составе и подрыхтовцы якосно выполняет широкий спектр задач, поставленных перед внутренными войсками. Канун 30-летия со дня образования войсковой части 55-25 закладываем новую традицию честования лучших военнослужащих нашей бригады в знаковом месте вручаем награды отличившимся. Завтра святкование протягнутся в 15 годину городским центром культуры отбудется урошистый сход и святошный концерт. В информационном отделе Гомельской епархии сегодня прошла коллегия, присвященная работе со сродками массовой информации и громадскими организациями. На аппаратку дня питание духовно-осветницкой деянности и присутность православных приходов в интернете. С подробностями Ганна Корольчук. 2020 для Гомельской епархии год особливый. Все летая отзначит 95 годы своего створения и 30 годы с момента одновления. Святочные мероприемства запланованы на 31 мая, День памяти святого и праведного Иоанна Кармянского. Тому информационный отдел чекает грунтовная работа по освятлению юбилейных мероприемствов, в которой потребуется допомога СМИ и активная деятельность в социальных сетках. Что тычется сайта Гомельской епархии, что день его наведывают около 2000 человек, а каждый приход мая свою особистую сторонку у интернет-просторы. мы уже покоряем такую сеть, как Инстаграм, пытаемся, где-то учимся, но вполне работа является плодотворной, значимой. У нас есть свой ютуб-канал Гомельской епархии Фавор, где публикуются передачи с отцом Савой Мажука, публикуются обращения владыки по случаю праздников. И сегодня имея 11 тысяч подписчиков для церкви, я считаю, что это прекрасная, красивая цифра, которой мы можем гордиться и благодарить всех наших зрителей за поддержку. Архиепископ Гомельский Жлобинский Степан подкреслив, что сучасность вымышает кожного поглубляться в информатизацию и церковь не застается в боку от этого процесса. При этом особливую увагу нужно надавать докладности информации и новинок в интернете. Присутным презентовали российский методичный сборник «Приход в медосвете», который поможет организовать эффективную работу и глобальные просторы. Гомельская епархия так само ознагородила своих надеянных информационных партнеров, супрацовников редакций газет, часописов, телерадиокомпаний и представников громадских организаций. Среди их, например, главный редактор газеты «Гомельские ведомости» Вольга Селезнева, которая отримала медаль «Гонор про подобные манефы Гомельской». Мы выпускаем проект «Глаголь», который нашел высокую оценку среди руководства Русской Православной Церкви и Гомельской епархии. Вера для каждого человека очень индивидуальна. И то, что наша газета оценена на таком высоком уровне, наши сотрудники получили награды, для нас очень значимо, потому что те огоньки, которые своими публикациями, своими фотоснимками зажигают наши сотрудники в сердцах наших читателей, наших жителей, огоньки веры, огоньки света, огоньки православия для нас очень ценны и важны. Своя узнагорода отримала и телерадиокомпания «Гомель». За активную осветницкую деятельность и формирование духовно-моральных каштовностей архиерейскими грамотами отзначенный директор телерадиокомпании Светлана Юрасова, оператор Сергей Лукашук и ведучая и автор программ Светлана Князева. Хочу сказать, что посчастливилось, что я родилась, воспитывалась сама в оцерковленной семье и благодаря тому, что сейчас у меня семеро детей включаем всех крестников. Поэтому и лично, и в программе «Свей классный час», автором, которой я являюсь, мы, конечно, стараемся уделять этому вниманию воспитанию именно деток, потому что, как правильно сегодня отметила во время своего доклада наш директор, это проще, когда еще человек, когда растущий, что-то привить ему самые лучшие ценности, правильные ориентиры в жизни. А кроме того, в рамках интеллектуального турнира «Фавор» юные знавцы православной веры, что год споборничают у телевекторини родит пятерка. А информационная служба телеканала «Беларусь4Гомель» оперативно осочит за подземьями, які отбываются у приходах в области. У эфиры программ «Новины тыдня. Земля наша» выходит репортаж о православном выховании. Святеры Гомельской епархии традиционно выступают экспертами в важных социальных питаниях у ток-шоу «Головная тема». Ганна Корольчук, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэты инши новинам вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле пожар в квартире по улице Междугородняя привел к гибели пенсионерки и госпитализации ее дочери. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из окна квартиры на пятом этаже шел густой черный дым. На полу в горящих комнатах сотрудники МЧС обнаружили в бессознательном состоянии хозяйку квартиры и ее дочь. Обе отравились продуктами горения. Их вынесли на свежий воздух и стали проводить реанимационные действия. Для дальнейшего лечения женщин доставили в больницу. Однако спасти мать медики не смогли. В результате пожара уничтожено имущество в горящих комнатах, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая версия причины пожара, неосторожное обращение с огнем при курении. Непотушенная сигарета могла стать причиной смертельного пожара и в Мозорском районе. Сообщение о горении жилого дома в деревне Нагорное поступило сегодня в час ночи. Когда спасатели прибыли, дом был полностью охвачен огнем. Кроме того, произошло обрушение кровли. В одной из комнат сотрудники МЧС обнаружили хозяина дома без признаков жизни. В результате пожара уничтожено имущество и кровля, повреждены стены. Рассматриваемая версия неосторожное обращение с огнем при курении. В Гомеле мужчины катались на крыше с Жигулей, празднуя рождение сына в семье одного из них. Они отмечали события ночью. Их громкие крики, мат и шум со двора разбудили жителей дома номер 87 на улице Мазурова. Один из мужчин даже не побоялся залезть на крышу автомобиля, а другой прокатил его по двору. Не исключено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка. В Мозырине совершеннолетние похитили из подъезда многоэтажного дома по бульвару Юности два велосипеда. Сообщением о пропаже двухколесных средств при движении обратился местный житель. Он рассказал, что велосипеды находились в защищенном тамбуре, который хозяева забыли закрыть. В ходе разбирательств правоохранителей выяснили, что двое молодых людей выкатили велосипеды около полуночи 12 января. В подъезд они попали, следуя за жителями дома, когда те заходили в здание. Одного из них узнали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. 16-летний парень проживал недалеко от этого дома и уже не раз попадал в поле зрения инспекторов. В тот же день правоохранители задержали подростка и его друга в центре города. Молодые люди катались на велосипедах, которые и пропали из подъезда дома. Материалы проверки переданы в Мозырский райотдел Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность неизвестного, который повредил окно в одном из магазинов Гомеля. Проверка проводится по факту повреждения окна в магазине Рубин по проспекту Ленина 12. Нарушение было зафиксировано 1 января в период с 6.30 до 6.40. В связи с этим устанавливается личность человека на фото. Если вы узнали этого гражданина или владеете информацией по данному факту, об этом можно сообщить по телефону, указанному на экране. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто. До свидания. На телеканале Беларусь4Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская волейбольная энергия записала в свой актив очередную победу в чемпионате. На домашней площадке подопечные Дмитрия Лихорадо без проблем в трех сетах обыграли Могилевский коммунальник. Счет по партям 25-21, 25-17 и 25-21. В турнирной таблице энергетики на третьем месте. В субботу 18 января им предстоит выездной поединок против лидера чемпионата Солигорского шахтера. Футбольный клуб Гомель провел первую тренировку после выхода из отпуска. Во дворце легкой атлетики игроки прошли тестирование. Далее тренировки будут проходить на стадионе с Дюшор номер 8. Первый спарринг состоится 25 января. На выезде зелено-белые сыграют с Минском. 1 февраля домашняя игра против Белшины. Гонбалисты столичной команды SkyUni стали победителями первенства Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта на призы гонбольного клуба Гомель. На паркете дворца игровых видов спорта состязались 8 команд из Белоруссии, России и Украины. Возраст игроков 14 лет и моложе. По итогам кругового турнира первое место завоевала дружина Дю США имени Мирановича SkyUni. На втором месте расположились гонбалисты из Санкт-Петербурга. Замкнула тройку сильнейших дружина Бреста. Хозяева турнира воспитанники гомельского отцора по игровым видам спорта заняли седьмое место. В сербском городе Сомбар сегодня стартует международный турнир по боксу среди женщин. В числе участниц три гомельчанки. В категории 51 килограмм выступит Юлия Панасович. Сразу две спортсменки из нашего региона в весе 75 килограммов это Алина Вебера и Виктория Кебикова. Всего же в соревновательной сетке семь белорусок. Завершится турнир 20 января. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.